Измена. Что делать? Нужно постараться найти и сохранять хладнокровие. Человек, когда он узнает, что ему изменили, испытывает злость. Это нормально, поскольку у тебя что-то отняли. Измена – это всегда разрядка кризиса. Вот, если один раз человек изменил, если мужчина изменил, то он будет изменять и дальше. Прощение и наказание. Дело в том, что изменщика необходимо простить и наказать. Измена. Что делать? Когда близкий человек изменяет, это всегда очень болезненно. Это сразу кризис. Большое количество высокоинтенсивных эмоций возникает. Человеку непонятно, что делать. Мир переворачивается с ног на голову. И вот очень сложно найти какую-то опору и понимать, каким образом действовать. Я хотел бы сразу отмести такие низкоэффективные, молниеносные способы отреагирования, как тотальная месть, которая разрушает и другого человека, и себя, и ваши отношения. И предложить алгоритм действий, как себя вести в ситуации, когда вам изменили. Меня зовут Евгений Масеев, я психотерапевт и эксперт по отношениям. И сегодня мы говорим о том, как себя вести, когда вам изменили. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал и смотрите другие видео на моем канале. Поехали! Первое, что нужно сделать, когда вы узнаете, что произошла измена, нужно постараться найти и сохранять хладнокровие. Я сразу хочу сказать, что очень часто это сделать сложно, в некоторых случаях вообще невозможно полностью сохранять хладнокровие. Но это не означает, что нужно отказываться от этих попыток и не нужно к этому стремиться. Дело в том, что, как я уже сказал, измена сама по себе это такая острая фрустрация, поскольку, как правило, измена касается резкого, не по твоей инициативе, изменения сценария твоей жизни. То есть, тебе кажется, что у тебя с близким человеком все, грубо говоря, хорошо, и у вас все идет развитие так вот, например, что мы будем долгие годы жить вместе, вместе состаримся, предположим, или в какое-то время мы будем вместе, будем получать удовольствие друг от друга, и вдруг оказывается, что он изменил, и тут же непонятно, кто он теперь, непонятно, кто ты теперь, непонятно, кто этот третий человек, если ты его знаешь. И вот большое количество таких базовых вопросов, очень важных, которые касаются существования, на которые нужно найти ответ прямо сейчас, и на которые очень сложно этот ответ найти. И получается, что, в принципе, психика перегружается, поскольку человек из какого-то, условно говоря, такого спокойного, комфортного состояния, тут же перемещается в очень дискомфортное состояние, с очень высоким уровнем тревоги, в том числе, потому что нужно разобрать, что же в конце концов происходит. И в этот момент очень большое количество эмоций есть, которые хочется как-то отреагировать. И вот эти вот действия, которые люди делают сгоряча, когда узнают про измену, они могут приводить к тому, что контакт с изменщиком, с партнером, контакты с другими людьми, они нарушаются, и ты оказываешься в еще большем информационном вакууме. Это приводит к тому, что нужно еще больше домысливать, кто как себя вел. Ты не можешь никак подтвердить свои домыслы, никак не можешь их опровергнуть. Теряется сон, теряется эмоциональная устойчивость. В общем, происходит такое расшатывание, собственно, психики. И вот этот вот каскад, такой снежный ком, он, естественно, приводит к еще большим эмоциям. Все эмоции, они интенсивные, но отрицательные. И это очень серьезно выбивает из колеи. Вторая важная вещь, касаемо измены, это злость. Дело в том, что человек, когда он узнает, что ему изменили, испытывает злость. Это нормально, поскольку у тебя что-то отняли. Вот тот сценарий, о котором я говорил, те отношения, тот образ твоего партнера, который ты любил, который был твоим близким человеком, этот же самый партнер у тебя его отнял, и ты злишься. И тут очень важно, с одной стороны, не подавлять эту злость, потому что часто бывает так, что человек чувствует злость, и особенно это касается женщин, кажется, что эта злость, она как-то вот с этой злостью и ты не очень хорошо выглядишь, и потом ты, может быть, этой злостью как-то сильно все разрушишь, и люди эту злость подавляют и ведут себя как-то, знаете, вот так неадекватно смиренно, неадекватно ситуацией, как-то вот мягко. То есть получается, что злость вытеснена, а мы знаем, что любые вытесненные, подавленные эмоции, они проявляются через психосоматику. То есть это головная боль, бессонница, какие-то более сложные заболевания. Поэтому эту злость очень важно найти в себе и отреагировать. Но в такой ситуации, конечно же, вроде бы логичнее всего эту злость как отреагировать? Обрушиться вот этим вот каскадом своего негодования, ну, собственно, злости, гнева на изменщика. Но, как я уже говорил ранее, этим каскадом очень сложно управлять. То есть ты можешь, вот находясь в этом, по сути, в аффекте, вот в очень таком эмоциональном состоянии, раскрутить себя, еще больше поддаться эмоциям. Логика, в общем-то, уже перестает быть работоспособной. И в такой ситуации, ну, просто происходит такое разрушение вот тех отношений, которые все еще есть. А я об этом скажу чуть позже. В ситуации, когда вы узнали, что вам человек изменил, вам необходимо оставаться в отношениях с этим человеком, хотя бы для того, чтобы понимать, почему так произошло, и для того, чтобы вы могли выйти из этой ситуации управляемо. То есть вы либо выходите из этих отношений, либо вы продолжаете эти отношения, но это уже будут другими отношениями. В любом случае, вы должны проявлять свою инициативу, и выход из этой ситуации должен вами управляться. Если вы находитесь в эмоциях, то понятно, что это невозможно. Поэтому проще всего в такой ситуации злость отреагировать на какую-то деятельность, это может быть какая-то продуктивная деятельность. Ну и проще всего, конечно, поговорить с какими-то близкими людьми, которые разделят эту вашу злость, которые, возможно, разозлятся за вас. То есть с близкими людьми, возможно, с каким-то специалистом, если у вас есть психолог, со своим психологом поговорить. Возможно, поговорить с какими-то, не знаю, учителями, наставниками. Часто люди разговаривают, например, с тренером в спортзале, ну если доверительные отношения с каким-то тренером на каких-то курсах. То есть просто поговорите об этом для того, чтобы вот эта злость как будто бы нашла свое отреагирование хотя бы в эмоциях других людей. Следующая важная вещь, касающаяся измены, нужно понимать, что измена – это всегда вот разрядка кризиса. Это, знаете, когда что-то выходит на поверхность. То есть всегда, собственно, сам кризис, сам конфликт, он был заложен, его подоплека была заложена когда-то раньше. Понимаете? То есть когда ты узнаешь об измене, ты чуть позже, если ты умеешь сохранить хладнокровность, если ты как-то канализируешь свою злость, то ты начинаешь понимать, что на самом деле к этой измене все и шло, потому что и дальше нужно понимать, с чем это связано. То есть дальше предполагается такая длительная работа по осмышлению вашей ситуации. Бывает так, что, предположим, женщина выбрала себе мужчину, про которого она знала, что он, скажем так, бабник, такой вот, ну, в принципе, изменщик потенциальный, но ей казалось, что вот те плюсы, которые вот эти отношения ей дают, например, он популярный, он, скажем, харизматичный, он там, не знаю, неплохо выглядит, вот он как-то зарабатывает, любит путешествовать. Ну, какие-то вот плюсы вы себе нарисовали, и вот этот минус, что его история говорит о том, что он часто изменяет, вы это решили не обращать на это внимание. Ну, значит, вот эта проблема, которая была раньше вами вытеснена, и вот позже она, как бы, привела к этой измене. Понятно, что в этом домысливании и осмыслении причин, которые привели к измене, часто совершаются ошибки, и женщины начинают считать, что это я, там, предположим, плохо выгляжу, была невнимательна, как-то себя вела, там, знаете, вот это вот такое народное, что не уберегла, там, семейный очаг и так далее. То есть, есть такие перекосы и самообвинения, но все равно вот в этом осмыслении, которое возможно, если у вас есть все-таки контакт с изменщиком, если вы с этим человеком разговариваете, если, предположим, он, ну, кается и как-то пытается выйти на действительно контакт, а не так, ну, отгораживается от вас, и старается формально как-то с вами разговаривать, контактировать. Можно все-таки найти вот те причины, которые привели к этой измене, и это очень часто дает какое-то легкое такое, ну, что ли, не успокоение, а снижение внутреннего напряжения. Потому что, когда ты понимаешь, что вот к этому и вело, и ты понимаешь, что в этом есть часть твоей ответственности, ну, хотя бы небольшая, то это уже, по крайней мере, ну, как бы делает тебя в небольшой степени из жертвы, а будучи в состоянии жертвы нам очень тяжело, потому что мы регрессируем, потому что ребенок в состоянии жертвы находится. Мы как будто бы как ребенок с нами поступили, как с таким дитя, который вот никак не мог за себя постоять. Ты понимаешь, что ты невольно, не по своей, ну, как бы осознательной воле, но косвенно в некоторой степени был соучастником вот тех процессов, которые проходили. И означает, что если ты их изменишь, то, по крайней мере, ты ситуацию чуть больше контролируешь. Такие вот проговаривания и, ну, либо осмысления там, опять же, с психотерапевтом, с какими-то близкими людьми, с другими людьми, с которыми вы общаетесь, которые были в таких же ситуациях, позволяет снизить эмоциональный накал и вот это вот ощущение, ну, такого переживания, что ли, травмы. И следующая важная вещь – это прощение и наказание. Дело в том, что изменщика необходимо простить и наказать. Как вот это все работает? Дело в том, что, я уже говорил о том, что когда тебе изменяют, здесь очень много злости, поскольку у тебя отняли, ну, вот тот твой сценарий, который ты себе думал, что так все будет развиваться, и тебе нарушили твое спокойствие, твое общее существование было нарушено грубо. И в такой ситуации тебе нужно понимать, что, с одной стороны, вот эту несправедливость можно восстановить, если совершить то наказание, которое человек заслуживает. То есть, предположим, в такой ситуации можно о чем подумать? Что мужчина, который, если мы говорим о таком изменщике, который изменяет, поскольку не способен к длительным отношениям, и вот он изменял до вас, он изменил вам, он будет дальше изменять, вы можете себе представить, как, предположим, смоделировать его будущее, как он будет каким-то одиноким, таким суетным, через какое-то количество лет, когда ему сложно будет, еще сложнее будет найти какие-то близкие отношения, поскольку он все так же будет стремиться к контакту к таким вот незрелым, как правило, молодым женщинам, которые будут гораздо моложе уже его, и насколько вот, то есть, что он сам себя накажет, понимаете? Вот это наказание, оно не обязательно должно быть на уровне, взять там и машину гвоздем поцарапать. Ну, хотя это тоже отреагирование, но оно такое немножко асоциальное, поскольку здесь уже, как бы, возможны какие-то ответные криминальные действия, возможно, криминальная какая-то административная ответственность, то есть, это такие вещи, ну, грубые. Вот, с другой стороны, конечно же, человека нужно простить. Есть такое правило, что невозможно простить того, кто не кается, то есть, для прощения необходимо покаяние. Если человек, ну, изменщик изменил, скажем, как-то исчез, или вот он изменил, а потом вы в эмоциях с ним просто разорвали, вот так вот, окончательно, то понятно, что очень сложно от него получить это покаяние, чтобы его простить. В такой ситуации нужно его простить настолько, насколько вы можете. Для чего это необходимо? Потому что прощение всегда предваряет отпускание. Если вы человека не простите, то вы, я как сейчас говорю о женщинах, в частности, вероятно, найдете себе в следующий раз мужчину, которому вы будете, ну, что ли, местить за то, что вы не простили вот этого мужчине. Поэтому очень важно постараться простить, и для этого необходимо в самом начале, вот, возвращаясь к началу видео, сохранять кладнокровие, и вот, насколько это возможно, все-таки сохранить какой-то контакт с этим человеком. Особенно, если мы говорим об измене в супружестве, об измене в ходе каких-то длительных отношений. Еще одна важная вещь, это, знаете, вот, есть такой сложный выбор, нужно ли после измены оставлять отношения, или нужно обязательно их завершать. Есть очень много, знаете, таких советчиков, в том числе, вот, в комментариях под видео, ну, и в группах тематических, которые говорят о том, что вот, если один раз человек изменил, если мужчина изменил, то он будет изменять и дальше, и нужно его бросать, нужно разрывать эти отношения, беги от таких и так далее. Такие императивные советы мне не нравятся, вы знаете мое мнение. Мне кажется, что такие советы дают люди, либо которые как-то теоретически к этому имеют отношения, то есть в таких ситуациях не бывали, либо которые были в такой ситуации, приняли такое решение, и они как будто бы мультиплицируют свое личное решение в своей конкретной ситуации, в принципе, на вот эту общую ситуацию, для того, чтобы, ну, как бы, знаете, вроде бы, легитимизировать или подтвердить правильность принятого ранее своего решения. Такое решение всегда оставляет определенное сомнение, но никогда не бывает однозначным. Я знаю очень много пар, которые как оставались вместе после измены, так и не оставались вместе, и это измены были разного уровня, ситуации у них были разные, и не всегда это происходило так, как, ну, вот мне по-человечески или субъективно казалось, что должно было произойти. Понимаете, у меня все равно всегда есть своя такая точка зрения внутреннего наблюдателя. То есть происходит очень по-разному, тут нет вот четких правил. Но в любом случае очень важно, чтобы вот эта вот справедливость, которая была выведена из баланса, она вернулась на место. То есть эта вот ось справедливости, баланс справедливости, она должна быть восстановлена. То есть даже если вы остаетесь с тем человеком, который вам изменил в отношениях, то он должен быть наказан, и он должен быть прощен. То есть прощение и наказание в разной мере должны все равно присутствовать. Если вам больно от того, что он вам изменил, и вы об этом вспоминаете каждый раз, когда видите какие-то места, которые ассоциируются, каких-то людей, каких-то женщин, каждый раз, когда он собирается заняться чем-то, что для вас связано с изменой, вы можете говорить о том, что вам от этого больно, и таким образом вы можете его, по сути, наказывать. То есть вы... Тут возможно ограничение человека на какое-то время, или, возможно, надолго от чего-то. То есть вы чем что-то отнимаете у него, взамен того, что он когда-то отнял что-то у вас. И поскольку у вас здесь двое, и тут нет никакой, ну что ли, объективности, то это вот как вы договоритесь. И всегда очень много уважения тем парам, которые преодолевают какие-то кризисы, связанные с изменой или с чем-то другим, когда они позволяют находить друг другу вот эти вот... Ну что чему равно. Вот в отношениях двух людей очень многие вещи, они, ну и как-то очень сложно их уравнять. То есть сколько человек должен быть наказан после своей измены, и как измерить боль от человека, которому изменили, какой болью, которую необходимо будет пережить тому человеку, который изменил. Неизвестно. Эти вещи, они такие очень чувственные и уж точно субъективные. С другой стороны, если вы понимаете, что вы эти отношения сохранять не будете, все равно вам необходимо этого человека настолько, насколько возможно наказать и опять же простить. Я уже говорил, что если вы не простите этого человека, то вы будете мстить следующему своему партнеру за него, потому что если человек не прощен, его нужно либо наказывать, либо простить. С другой стороны, он должен быть наказан. Вы можете это сделать не в каком-то взаимодействии вместе с ним, а хотя бы во внутреннем таком представлении того, к чему приведет это в его жизни. Ну, знаете, люди часто так себя успокаивают. Ну, вот его, грубо говоря, Бог накажет. Тема измены – это непростая тема. Всегда большой ворох эмоционального такого вот ответа. И в комментариях мы очень много обсуждаем эту тему. Напишите, пожалуйста, как вы думаете, как вы считаете, лично вы, стоит ли продолжать отношения, стремиться как-то наладить отношения после того, как человек изменил, либо нужно обязательно их разрывать. Это вот очень сложный вопрос, и мне бы хотелось, чтобы мы его с вами обсудили. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.